утро 8 января для тех кому не спится к вашему вниманию матчи интерактив филиппинс и талон 2 дивизион региона юго-восточной азии dpc лига зимний сезон команда талон который я вот наверное месяц назад прям ждал думаю повезло талонов покомментирую все-таки такой состав и в итоге команда талон свои шансы на попадание в первый дивизион потеряла смотрите у них уже три поражения только одна победа и по факту ну только чудо спасет только чудо если неожиданно рэгдоллы и полярис например начнут резко проигрывать все оставшиеся матчи таком случае шансы конечно есть но на деле чтобы эти команды ленигма galaxy все матчи подряд проиграли маловероятен такой вот в чем проблема так что талонов мы ожидаем в следующем сезоне снова во втором дивизионе либо же скорее всего мы увидим какие-то перестановки как минимум я думаю организация талон не очень довольна тому у команды два сезона будет без мейджоров и только может быть на третий сезон у нее будет шанс попасть на мейджор если конечно они еще в первом дивизионе себе покажут а интерактив филипинс это другая история эта команда которая и победила не на одной один матч но при этом forest честно тебе скажу нет у меня ощущения что талон этот матч легко закроют я знаю эту команду и факт у меня вообще нет никаких ощущений насчет талонов я у меня редко такое бывало на самом деле но знаешь как правило мне вот ну если там у какой-то команды не получается у какой-то у которой там состав там хороший знаешь там или там игроки какие-то именитые я такой ну типа ну ладно не получилось ничего страшного там не бывает ну как бы мне все равно обычно но что-то талоны меня так прямо разочаровали что вот я такой сегодня ну я вчера вот заканчивал стримить посмотрел что комментировать надо вот сегодня с утра проснулся и вот каждый раз когда я понимал что мне нужно будет комментировать матч от талонов я такой типа ну блин ну зачем вот и я не знаю я надеюсь они сейчас смогут хотя бы здесь хорошо сыграть обыграть потому что пока что то что мы видели в их исполнении это просто это ужас реально тихий ужас снова вот они забирают дпшку но я вижу у них марса в пике я надеюсь что это барс позиции 3 дпшка пятерка вот тем более тут вроде как два силовика таких вот огор макс перед брейкер не знаю кто то из них точно будет на харде вот разор наверняка на центральную линию пойдет до дровка на дровка на кэри да и получается сейчас еще какой-то вот персонаж будет взят под спирит брейкера на позицию 4 впоследствии вот а тут у нас пошли бана да минус вайпер понятно потому что ты играешь против точнее играешь с фантомкой но вот опять мы видим спирит брейкера в пике и я честно тебе признаюсь я не помню ни одной игры чтобы фантомка выиграла у спирит брейкера да вот я последние наверное две катки которые мы комментировали спирит брейкер по моему даже шард не брал вот в этих вот играх там фантомка проигрывала не потому что спирит брейкер с шарда в нее въезжал и у нее отключались пассивки и она умирала нет нет она там проигрывала по в огромному ряду других причин и том числе потому что команда сыграла не очень хорошо но мы ни одной игры не видели с тобой точно где спирит брейкер фантомки проигрывает а это уже наверное не знаю восьмая или девятая встреча этих двух героев вот ну не знаю продолжают команды брать но фантомка типа типа хороший герой просто сейчас как бы коро ужина бфм она очень недавно проснулся быстро фармит ну вот и может быть конечно она из блюра как-то выпрыгнет если в нее там чарж не дадут да на из блюра выпрыгнет нападет первое быстро там убьет одного второго героя и тогда конечно спирит брейкер и может быть не страшно но зачем рисковать вопрос были ли какие-то другие керри героя керри героев много сейчас которыми можно отыгрывать но вот получаем мы в очередной раз фантомку против спирит брейкера что было лучше было ли лучше какой-то террор blade не знаю разор сейчас считается одним из лучших просто персонажей в принципе вообще в игре наравне там с какими-то виверами вот этими вот саппортами суперкрутыми да и против разор и неприятные играть нам не кажется что иллюзионистами сейчас что обычными героями такой очень сильный тем более тут еще подкреплен огром подкреплен дровкой не знаю интерактив филиппинс просто вот просто прекрасный персонажи я тебе так скажу вот ну играют они конечно скверно тоже так я наверное даже сейчас скажу тебе коэффициент от наших партнеров винлайн на талон 1 0 5 а на интеракте филиппинс 8 50 серьезно это на победу в серии на карте 1 15 все равно мне кажется это много ну вы чё ребят талоны сейчас очень плохо играют не знаю чё-то чё-то как-то я с букмекерами прям совсем не согласен в винлайн так а сколько интерактив филиппинс не одно не одно слушай да да но прошло две недели у нас команда 496 тоже ни одного матча не выигрывала так что все меняется потом они обыгрывают лилгана тебе напомню 2 0 да являясь абсолютным аутсайдером скажи мне пожалуйста лекс карту то не хоть одну выиграли две выиграли карты и карту притом не у кого-то там форс а уникмы galaxy который до 4 0 сейчас у команды ragdoll который тоже до 4 0 понял плюс принял так ну и тут вот спирит на клапу в принципе фиксации было интеракте филиппинс уже достаточно фронтлейна было много вот реально немножко не хватало урона просто подбавить особенно магического и квопа с этим вопросом справляется на ура в принципе если квопа покупает в игре блоким бар то фиксировать ее просто нечем ну и наконец то наконец то дэс профит это будет не тройка а дэс профит это будет пятерка которая появилась в азии вот буквально наш с тобой игровой день позавчера и это потихонечку становится метой в азии потому что и флайт перебудет на дп ну флайт сказал смотри братан сейчас покажу как надо своему кипи ну ты решил что да так подожди а чё получается получается что кто саппорт это огармак квопа или огармак спирит брейкер огармак то понятно саппорт просто вот разор он что вообще как на мид не на мид потому что если разор не коргерой я чё то в драфт интеракте филиппинс вообще не особо верю тогда вот если разор коргерой я готов сказать что их драфт сильнее но тогда это получается квопа тройка да квопа тройка квопа тройка рауранжер кэри райзер мид спирит брейкер саппорт ну квопа тройка это тоже в азии кстати говоря мета позавчерашнего дня квопа тройка это мета вообще везде если чё я не знаю в наших ну вот короче я тут это тоже очередной ролик собрался делать и такой думаю блин вот надо квопа сейчас супер популярный герой надо про квопу наверное что-то рассказывать вот и такой думаю дай-ка я наш регион посмотрю а там было сыграно вот по моему позавчера да по моему там было сыграно семь карт и во всех семи картах была квопа во всех и в паре из них была квопа на пост на позиции 3 и многие тоже там стримеры высказываются что квопа на тройку там хороша и в ранкет матч-мейкинге квопа на тройку постоянно пикается так что это не только в азии ты у нас тоже вот и это в принципе адекватно вполне нормально так в итоге то чё у нас да квопа я идет на позицию 3 видно что она уже со стиками потому что против фантомки пойдет в принципе обособлено вот взять драфт команды талон у них принц ну как бы у них все хорошо с с героями так если если посмотреть марс вилла еще плохая комбинация героев отличная фантомка на миде что плохо ой в смысле боже мой фантомка на кэри то в принципе тоже очень сильный герой ни в коем случае нельзя недооценивать фантомку но она ну как бы здоровка справляется разору может попытаться убить быстро если там будет какая-то фиксация там под арену там воет спирит чё плохой герой тоже хорош как бы герои команды талоны реально неплохие сами по себе и тимфайт есть и лейт есть и пофармить можно и вышечки пушим и по рошану работаем то есть ну нормально все окей но блин вот разор дровка дровка разор разор дровка разор же он такой опасный в центре я правда не знаю насколько хорошо он себя проявит против войд спирита но против разора вот когда вот у него ему для комфортной жизни нужно два артефакта бкб рефрешер как у него бкб рефрешер появляются игра становится очень трудно очень трудно и никакой тимфайт тебя здесь может не спасти эти арены террорайза это все это может просто все не сработать вот ну у нас как всегда очередная пауза а мы в очередной раз не забываем поныть что у нас очередная пауза приходится да и конечно же конечно же раз уж раз уж такая пьянка то друзья смотрите dpc вместе с хавайл джоли он экспертом по зрелищным картам хотите узнать больше переходите по ссылке по транслитации вот а мы ждем когда же у нас реконектница игрок команды талон надеемся что это произойдет более гэби гэби когда-то сильнейший игрок азия был я думаю не звание такое было теперь теперь не может выйти первый дивизион своей командой команда талон талон напомню это такая достаточно известная организация в лоле они пришли пришли к нам в доту и у них пока ответить получается результатов у них побольше какой синий форс игровой день стать что сегодня интересненького у нас будет днем будет ли у нас сегодня снг какое такое там что нет по моему а сегодня только d2 цель ну сегодня навицы с реджек сыграет на d2 цель у вау да это жестко ну вот прям хорошо это прям хорошо блин я на тренировку хотел сходить его сколько не 800 на ведь с реджекц блин ну норм можно успеть сегодня форс сегодня я-то думал мы сегодня с тобой одни сегодня еще два матча на азии tnc против бум что но не очень потенциально интересный матч бум мы должны 2-0 закрывать и т-1 motivate trust тоже так себе прорекламил матча я к тому не то что там команды плохие просто интриги скорее всего не будет ни первым ни во втором матче хотя видите изменения все-таки произошли за две недели если талоны не восстановились то те же неоны побеждают т-1 может быть тинси сегодня покажут другую доту против абсолютного фаворита команды бум который мы должны видеть на мейджоре который непонятно где и когда против когда-то можно инфу найти но тоже официальных анонсов прямо от valve я не видел а надо надо бороться с паузами со старта надо что-то делать и на профессиональной сцене а какая-то ладно было бы что обсудить мы можем закупы обсуждать форс столь туда и тут ничего интересного вроде нет да тут так хочу все настолько стандартно сейчас уже стандартизированные билды все настолько что какие-то каких-то интересностей прям выделить вообще не получается а чё админ будет душит они а чё админ есть прошло 4 минут а админ даже не душит а у нас только вопрос а спи со спирит брейкером что будет происходить потому что да игра была выиграна в одной ситуации когда спирит брейкера гоним шарт не покупал но были моменты на грани на грани руины что фантомка реально очень долго жила еще если фантомка там талант себе на блюр каким-то образом двадцатом берет совсем не весело становится у нас на этой карте был забанен мипо наверное азия один из немногих регионов где мипо вообще практикуют и вот как раз интерактив филиппинс мипо брали интерактив филиппинс брали мипо нигма galaxy брали мипо я вот не уверен если вообще в других регионах в снг по-моему мипо никто вообще не брал и помню а в азии хватает плохой герой кажется но надо на закрывающий пик я думаю можно там как-то придумать что в принципе делается никто не берет его там на второй стадии или уж на первой конечно ну слушай а чё плохой вот а чё прям плохой а вот помню что надо ли все скале но dragon lens потом из последних патчей усилили то есть он по статам стало давать больше это типа прямой и буст ну класс но просто как 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 то так игра строится что мипо не выгодно играть она редко бывает такая знаешь мипо любит мне кажется хаотичную игру такую когда вот куча фрагов когда постоянно какое-то вот идет какой-то это возня просто вот идет постоянно не быть там может успеть и здесь может успеть а когда эти тут ну игра с таким прям порядочным фарма я не говорю что пассивная а когда все прекрасно понимают что надо делать когда там лайны и нормально там выстояны но вот кто там хорош какого пикают митя суп в основном вот мы видим там квапа пак эмбер там какой-то войд спирит шторма иногда видим как хороши герои против станы всякие урон по области мид будут стоять тоже хорошо потом что там на харде марс там супер популярный герой братрум супер популярный это кто же против мипа хороши чардж там всех сбивает мипа находит арена у саппортов очень много дэмэджа snap fire dark wheel вот это вот все тоже прекрасно может себя показать там керри герои которые сейчас вот я вот представляю себе просто на равном темпе да то есть вот мы возьмем там дровку плюс-минус на равном темпе допустим и мипа плюс-минус на равном темпе дровка вообще никаких проблем не испытает вот она будет стоять если она будет стрелять по мипа она его убьет не будет просто раньше то что такое мипа раньше мне под герой который пришел в центр 15 минут пофармил забрал рошана и все у него блин кекс аэгис там что-то то он прыгает убивает любого героя никто ничего не может сделать потому что слишком жирно его никак не не пробить а если ты его убиваешь то у него есть айгис а если ну там как-то ты в него продолжаешь вливать урон то у него еще команда оказывается появляется сейчас как-то в мипы я вообще не верю я тебе так скажу я пару раз видел его в ранке матчмейкинге так вот смотришь короче ты можешь взять вот вообще любой драфт вот сейчас что на рейдинг стороне что на дар стороне представить что этот драфт будет играть против мипаря и ты не можешь сказать что ну да тут хорошая игра против ты всегда скажешь что ну чё-то как-то странно как-то тут такое надо там очень ситуативно да вот ты сказал что он очень ситуативно заходит но в принципе да очень ситуативно и заходит наконец-то у нас гиби возвращается блин ну беспредел конечно так предел можно просто ливнуть сделать что хочешь можно пойти чай попить реально с бутербродом и тебе ничего не сделают а мой лекс я бы сейчас часть бутерброда да ай в плюс если поел бы чай поел бы чай и попил бутерброда оси вот рада что надо ну да ладно вернулся гиби 30 уровень фантом ассасин у него посмотрим посмотрим мы настроены немножко скидки это при условии если еще спиритбрейкер у нас будет тот самый который аганим шар купит там относительно рано и будет душилово это саппорт спиритбрейкера саппорт спиритбрейкеру больше особо нечего покупать они от force не скажи у нас саппорт спиритбрейкер собирается по билду подобному тройки то есть дублей таганин просто чуть позже появляется то есть 9 минут ну ладно мы этим понятно что залагала конкретно сейчас но забавно так а в чем разница тройки и четверки просто таймингах разве нет я имел ввиду что он просто ну типа фарм мало он не может рассчитывать на то что я тут сейчас на четверке спиритбрейкере я тут сейчас и аганим и шедоу блейд и там и бкб из сэншкаю какую-нибудь куплю и все куплю и все будет классно это и там если даже игра у себя пошла и такой хоба быстро шедоу блейд купил и тебя вроде как по кайфу а потом что-то тут там может не получится там не получится фарм немножко остановился потому что враг тоже где-то давление оказал и все у тебя как бы приток денег ну не такой большой и ты такой блин ну может лучше шарт купить чтобы там даже дело не в брейке а в дело в самом дополнительном уроне от nether strike там еще спел и мун есть то есть даже абстрагировано от этой вот механики брейка которая в общем-то для спиритбрейкера здесь будет весьма полезно против фантом ты получаешь доп урон ты получаешь еще иммунитет к магии чтобы тебе после кастованного ульта не в я не прилетел какой-то дизейбл который тебя остановит и убьет вот ну короче ладно давай смотреть наконец-то катка стартанула значит разор в миде против войс спирита ну сказать что разор должен как-то проиграть линию это вообще ну ни один проигрывать не должен никому никогда это сейчас такой вот персонаж который должен хорошо очень себя чувствовать топик квопа плюс спиритбрейкер вот не знаю на самом деле насколько хорошо себя покажет эта линия но в действительности квопа как рэндж персонаж против дп наверное не так плохо и к герой который может заспамить вот тут еще ой блин приходится качать так а что там спиритбрейкером пачку выпуливает я понял но тут и флай пачку выпуливает дано ставит топ выпуливать вот так он идет брейкера он ведет эту пачку на спиритбрейкер я думаю все равно это спирит плюсе будут а так отводить дальше некуда флайо сейчас это большая пачка пойдет на клопу ну квопа да прокачала блинк но с другой стороны она жива шедл страйк из просто было бы фб что было бы еще неприятнее так по уровню разницы пока никакой нет она идет большая пачка с двумя ранжами против 1 который тоже пытается на себя перетягивать гэби что башни начинал ее бить все заблочено в этом плане интерактив филиппин по-прежнему плюсят давят квопу квопа заметь регена нет ежели до 3 танго со старта было должно что-то лежать посадил почему почему он ветку не посадил чтобы танго съесть ему нужно что не три ветки ну да да ласк то есть хоть пролетела флазка спирит брейкер ладно сейчас эта пачка запушится вот но в этом тоже на самом деле нет прям такой приятной новости для команды рейдинг потому что эту пачку может быть тяжело подвышкой зафармить бы сейчас как начнут давить там при синговать пачек тоже подходит могут подиная просто лишь пока квопа 0 крипов вот этих пачек добил тут не добил и болеем бывает что не идет у тебя еще знаешь ты реально там и tower как-то ударил не так тебе хотелось бы ты просто не добиваешь с оранжами что-то спирит брейкер помогает сделать тут просто в принципе не особо удобно вот это вот фармить но она главная экспо на самом деле копия главный левел 3 на этой линии а чё вам не что появится шедоу страйк по идее должен быть тоже вопрос она вообще фантомка может блюром это доджить как-то знаешь брейкер на этой линии пока не особо полезно выглядит а чё он может сделать против той же тп и пока напасть не получится на дп очень жирный герой сама по себе четыре брони и наличие сифона естественно немножко намегает что как-то не охота ладно что на других линиях то происходит дровка 13 крипов у кейпи 15 кейпи последнее время тоже не искать что мы довольными этим игроком но вот посмотрим на это все-таки марс герой на котором себя можно проявить тем более в комбинации с той же феечкой это будет и сложно прыгая на голову дру рейнджер реально может создавать легкую драку для своей команды а линии пока никаких трудностей нет сейчас появится шлем и наверное трудности закончится вообще минимальные которые были марса но на топе посмотрите что происходит к вопа вечно уходит на блин каути к вопа вечно сидит на фласках спирит брейкера спирит брейкер за счет этого ничего не покупает очень беден он со старта видите вот как был вид лайстики чё по факту не поменялось довозит много регена а фантомка на фри фарме ну вот видите вроде как то мы однозначно не однозначно но по драфту как-то интерактив филиппин сна были чуть симпатичнее начало явно не за ними и даже на центре мы видим что рейзер не доминирует он хорошо стоит но ведь спирит очень четко использует свои способности за счет этого крипов то у него много это при условии что лес заблокирован и фармить может микота только линию ну да тут такие тщетные попытки как-то побить марса у него прокачен булварк уже есть чит есть хп реген мана реген тут просто в один момент у дровки будут реально большие проблемы то есть она будет вынуждена убегать куда-то в лес и для того чтобы дровка была в лесу и на карте ну происходило что-то хорошее для этого ну желательно чтобы сайда были выиграны но квопа пока просто свой сайд она просто сливает подчистую вообще просто без шансов явно ребята сделали там что-то неправильное со старта может там стоило спирит брейкеру как-то знаешь может стоило регена больше купить не качать blink на первом уровне не выпуливать эту пачку а просто потерпеть ну квопа конечно она с левелом будет полезно если она там xp получает то в целом не так плохо но пока мы видим по крипам вот по крипам прям очень уверенно отрываются талоны и нет пока поводу думать что в мидгейме у них будет что-то не получаться поплавить и крипов тяжеловато добивать но и все тебе маны на один blink нужно быть очень аккуратным на центре пытаются ребят немножко камбэк здесь атака за атакой перемещение на руны и вы посмотрите сюда приходит два саппорта ару нового и спирита оказывается вот а ну хотя бы тропка вроде пока что один на один стоит но это это я честно говоря аккуратно смотрел момент уровень 6 резко у марса появляется и оказывается что дро рейнджер тут умирает от копья арены и год ребюка легко на топе будет ли фб очень близко к этому все шло но квопа уходит но радости от этого мало два нулика еще регена назад на закуп и отправка на базу надо остановиться один скрипов у фантомки 18 днаев и 37 добитых фрипов чужих и конечно когда там корожен такой ранний появился когда там колечко гэби на шедоу страйке наплевать даже если квопа ими попадает смотри атакуя дро рейджер ну чуть-чуть рано чуть-чуть рано но похоже и этого ошибается гейпи но благо хайд оказался неподалеку да и микоту сюда подходил фб для хайда погоня за огром огар жирноват дает фаербласт но закрывает вот просто бутербродом не дают пройти и это два убийства к ряду на нижней линии для команды талон пока все хорошо пока все хорошо ровка даже непонятно хочется ли идти на линию а хотя чуть непонятно идти на линию не хочется ты идешь к марсу уже с уровнем 6 и как-то непонятно ли летят патрулируют он даже не уходит они как будто ж тут назор на арене есть саллик арена может быть сможет хотя бы себя спасти закрыть вся команда оказывается будто телепорта с другой стороны но лететь только если дп будет арена ставится от кейпи плазма фил нет никаких телепортов никакой контратаки то есть дп на миде остается и ребята решили даже не пытаться атаковать решили что не стоит того лучше отдадим жирного марса ну чё делать вот qapa level свой получила шедоу страйк у нее 2 есть и но блин фантомку конечно тяжело проспамить уже нужно больше ресурсов вот вард нашел полетит на гэби старается харасить по максимуму с год может на этой линии сейчас еще доставить проблему мы просто нужно ресурсы пьет clarity сейчас морщи регена какого-то там последняя прожать ветку так и не использует почему чем-то она может нужна чардж в топ но без ульты весовая а sonic в есть но ну да ведь не хочется ну да было бы скрим 2 точнее в 3 на седьмом то еще наверно были бы шансы убить здесь роурейнжер смотри близко удавят микота пришел с хайдом правильно правильно делают телепорта дров кейл даршин у риалма зря мог бы зарядить побольше может быть и хватило но тяжело и так много мест где дровка может спокойно фармить остается еще и тройка там честно горе желающих то немало по фармить тот же рейзор время от времени подходит и фармить там особо то и нечего а у дровки хорошая была линия дальше становится тяжелее нужно этот момент перетерпеть брать слоты здесь я думаю дровка вот тот момент где и блин дайгер может быть будет смысл когда-то на каком-то этапе купить чтобы можно было позицию держать удобно максимально особенно против марса это касается стаки на тройке у талон смотрите прилично для фантом очки под плюром все это можно за фарме даже будет прямо сейчас пока гэби перетянулся вниз и очень вовремя это сделал на то петро у рейнджер приходит просто пушить спиртбрейкер отсюда далеко не уходил к вопа аналогично и такой очень не пока не уверен размен просто снизу башни уже упал от бога нашли чем здесь делает вопрос ну видимо видимо думал что противник уйдет и можно будет по экспица постоять попармить на этом огре а пока знаете огр позиции 5 выглядеть и так симпатично как dp позиции 5 факт может быть по игре все изменится конечно флай на линии очень много составлял проблем сейчас от него проблем будет много экзорцизм вот-вот появится тут вот преимущество 3000 уже у талонов это в принципе весьма ощутимо но по крайней мере они по вышкам не сильно давят знаешь то есть вот в боте вышка сломана и в топе тоже вышка словно то есть по по товарам пока классический размен у нас произошел вот но фантомка набирает обороты очень-очень серьезно конечно и это у нее еще бфа нет там с бфом вообще будет беда скорее всего очень быстро фарм причем команда то может и без нее играть здесь хороший пик ну ничего форс спиртбрейкер купит аганим шарт главное не бухтеть не ну без вопросов без вопросов бумаги что врывает спиртбрейкер на азар страйкова sonic wave кровка начинает стрелять и может быть получится пока тяжело пока душа финнов пэйн бэдлом лабиринты живичные ремнант этого урона уже хватило здесь реально нужны блоким бары чуть не всем игрокам и тракте филиппе на корпозициях огру успевают уйти не было никакой репорта сбить скан сил света и сил тьмы рядом от талоны талоны знают что кто-то здесь есть но в итоге просто фантомка очень аккуратно ой какой же быстро бф уже 13 минуты и до клеймора тут копейки остаются и коррожен есть то есть но неудивительно вы же помните какая линия была хуже было бы только сип квопатом еще умудрялась умирать а с год только сейчас на 11 минуте 12 это уже было впервые умер до этого он умудрялся жить хотя это конечно ударило по нетворсу может быть он и жил но вот это аккуратная дота видите какой нетворс теперь и 200 у марса 4900 марс но пока не может играть супер активно как наверное хотелось просто потому что блин дайгера еще нет вот смотрите рейзер жирный рейзер пт на силу там полтора к хп посмотрим что с ним будет смотреть быстро кончился да быстро очень вот я включил на силу и умер а вот это кстати это супер фраг а конечно несколько момент живет не тут пока у талонов игра прям вообще под контролем нет ни единого скажем так смысла предполагать что что-то может у них пойти не так ну вот правда они настолько хорошо все три лайна отстояли то им нужно прям нереально жестко забросить они как команда они не привыкли забрасывать игры они часто просто не закрепляют свою ну как бы сильную позицию то есть это не там лайн и отстояли хорошо вот они вроде бы и фармят все но потом в какой-то момент они просто берут и перестают что-либо делать просто вот просто что-либо делать перестают и команда вражеская она получает там ловала артефакты начинает немного камбэка сейчас кстати у дровки здесь сайланс можно в хрушку превратиться хрушка давай в хрушку просто так отбегает вот команда вражеская получает пространство какое-никакое и начинает уже очень очень просто качаться понятно что вот пока вот есть марс с ареной пока есть там огромный огромная сила прокаста бкбшек нет и очень трудно но бкбшка на разоре появится а разор вообще юл купил но сначала юл потом видимо бкб ну ладно с виды наверное это норм хотя все равно хотелось увидеть именно бкб первым словом я думаю на топе спиритбрейкера видят ну вот знаешь что что мне не нравится в игре талон мне кажется они недостаточно активно играют они недостаточно реализуют своего марса который прекрасно линию отстоял ну что это на линии вот эти три асиста были четвертый на рейзере получил все спиритбрейкер убьют но это по факту даже выгодно для интерактив филипинс вот классические дефидони перетяжка на себе трех героев в это время дровка такая окей можно фармить можно кайфовать на троечке стоишь дороге ланс имеешь и там уже преимущество в какой-то момент уже не 3 а уже 2000 остается то есть не получается прям это преимущество увеличивать как наверное хочется да чтоб три четыре там семь преимущество не уважаем да 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 саппорты просто идут респектабельный питер за что мы им ставим лайк скорее это перетяжка но тут уже муратром зачаржился застрял в кустах может если бы он зачаржился возможно что-то бы и получилось парни че так вместе стали под клятие проклятую корону вот это перемещение для меня пока не совсем понятно что что кол такой пришли в мид если экзорцизм экзорцизм есть вы теперь это правда маловато маны 340 то всего и уже лимит у так у дупы но это вообще супер момент для интерактив кирпиз прийти отдать огра забрать мид а кто доминирует вообще на карте но фантомка не включается пока естественно не хочет габи горит парни дайте еще вот шесть минут я приду с дозолятором из бкб мы просто разнесем пока габи включаться не хочет активно в отличие от уже дровки которая дорога лэнсом может прийти и помочь ну да то есть вот подобные действия не еще хоть как-то объяснимы что вот фантовка фармит и это как бы ну нормально типа что такое происходит вот тем более фармит она 2000 золота не уже поверьте прописать на фантовку тут выходит она вы здесь может блинкануться но нет куда или есть еще можно подъявить какой провал был бы его он был убил фантом фантом кутоке все равно умерла от их на арела просто это юлил бы там сколько юл 50 урона по моему наносит аллечить такого и подыгнать там она выбрала бы и так если пони и за и у лил то эти две с половиной секунды они не наносили урон у него тоже правда да 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 то ну как бы тут реально непонятно просто может там чуть меньше миссов бы прокнула и скажем так три в 1 будет это гарри шарт будет проще чем вот так вот избивать тут не хватало клопы конечно не хватало магии просто помоги что плазмофил было смотри нашли дровку очень глубоко притом приходит огар дает фаер-бласт но флай с двумя секунами копа прыгает просто вперед и по хорошему надо найти наказывать что это прыжок копы я удивлен что даже талоны так боятся у копы ресурса вообще нет топок ноль и пи нажимать телепорт его сбивают и улом тем самым и марс здесь умирает что конечно классно будет в филипинс хотя марс уже не такой дорогой вы посмотрите кипи пришел но я бы сказал с выигранной линии с выигранной линии 6400 не натворс квапа 5 700 а вы помните какая квапа буквапа была ситуация знаю я я пока не очень доволен кипи тут дело даже знаешь вот мы можем просто сравнить вот игру кипи с каким-нибудь коллапсом вот просто посмотрите как играет коллапс выигранную ли он топ-1 натворс еще в каждой игре просто в каждой и неважно там удобная у него игра неудобная там получалось там у соперника как-то его напрягать не получалось у него все равно натворс всегда очень много потому что ну сейчас такая специфика у хардеров они реально являются вот от хардер и мидер с выигранного лайна это два самых сильных героя на карте обычно ну блин а кто-нибудь спросит а когда было не так ну когда-то было реально не так когда-то вот мидер всегда был самым сильным героем на карте а сейчас вот прям по-разному очень сильно зависит героя на хосте здесь будет спирит разор потратил статик вин и вообще тратство не стоит если стать но ребята бегут прыгаться в спирит брейкера ну слушай да флай убьют кипи врывается террорайз наготове террорайз в арену хорошо врыв от гэби и гэби начинает нарезать дизоль только сейчас залетела то есть эти убийства даже без дизолятора были ну наконец-то барни использовали комбинацию элементарной арену террорайз которая уже доступна была на минут 10 и какой сразу результат мне нравится форс как вопа прям спокойно нажимает блин в три сантиметра прыгает остается без эскейпа и естественно дальше оказывается в ловушке ладно блин тратится на инициацию ладно по нее шарт был бы чтобы она с этого шарда как-то как-то типа сайланс хотя бы давала а так вообще блин вот три сантиметра он вообще непонятно зачем для чего ну да знаешь блин вообще используют на таких моментах чтобы приманицировать не знаю что будет дальше не понимает четкий план это опасно обычно такие моменты ты блин хочешь использовать скорее даже на эскейп оставлять его как-то он учите более не замаченный откат 8 секунд и вот да это драка конечно хороша тут спорить не будем от трака прям полностью меняет игру и пока пока я так смотрю на гэби намечается ли варне он вот с таким билдом он уже готов в общем-то нарезать всю карту один конторы на него реально нет но сейчас он с айгисом он в принципе это же удивлен что не разворачивается по любопытный но хотя про флай вроде могли знать чарж было спидбрейкера с флая было видно и sonic wave фантомку не убивал первый sonic wave так много урона врыв на рейзера юл у нее есть нажать его не успевает минус 2 на карте все становится для ребят ужасно а не то слово ровка конечно качается ладно скажу так спиртбрейкер сейчас первым слотом прям огнем шарту возьмет 22 минута он может думает реально делать дублей то хочется надо как-то игру спасать этого нужно придумать что-то очень хитрое асмима ревна попал очень ребята аккуратны понимают что маловано не видят вы спирит уходит в рыбный и пикипи уходит на блик дагере и контратака арена копье летят ультишот от травки но мимо отдались перед брейкера и отступить смотрите талоны нагло идут на тройку сайланс по queen of pain сайланс то уже не первый сайланс то уже третий сайланс третий сварм второй прошу заметить это очень сильно мешает папе хоть как-то разыгрывать здесь доту и два убийства третий сделал марс чуть ранее и 10 рефарм да на такой стадии конечно вот уже даже задумываешься там шард спирт-брейкер насколько он вообще поможет как тут вообще с этим работать что опять что происходит почему они продолжают лететь в миде умирать они реально продолжаю лететь мид и умирать они реально продолжают лететь мид и умирать следующий а фантомка кстати уже с эганимом эганим тут если что очень круто. Потому что ты блюром себя диспеливаешь. Игнает, Shadow Strike, эти всякие неприятные спелы, которые тебя периодическим уроном там дамажат. Там еще и Разора напали уже, прям под базой его пытаются убить. Ну, убить не получится. Возможно, даже Хайт умрет. Но не, не хватает. И Юла ей все нормально. Переживет урон. Да уж. Ну, посмотрите, сами графики как резко. То есть до 15 минуты понятно, что ситуация была тяжелая, потому что у нас фантомка была большая. Но в целом разница в 4000 были копейки. Я сейчас это понимаю. Это было легко. И вот команда собралась в районе Рашпита. Очень классно ворвался в KP совместно с Хайдом. Дальше там понеслась, конечно. Драка. Минус 5 сделали ребята. После этого все. Интерактив Филиппинс очень аккуратно пытаются просто фармить. Драться они не хотят. Да, действительно, фантомка с аганимом может. Аганимом и без блэкингбара. Какой не нужен. Микота. Ну вот это шанс. Микота так врывается нагло. Ну, отказать бы очень хотелось. Сайланс висит. Мультишоты полетели. Микота все же умер. Это прекрасный размен для интерактив Филиппинс. Это стрик. Деньги для Дроу Рейнджер. И вот, кстати говоря, да. Дроу Рейнджер будет Блинг Даггер покупать. Я предполагал. Думал чуть попозже. Думал, что, может быть, Блэкинг Бар сначала хочется, но на Блэкинг Бар... Блэкинг Бар-то получше будет. Потом Блинг нужно. Поглядим. Алоны нажимают. Смоук вчетвером. Выйд спирит в таверне. Видели Рейзера. Рейзер с БКБ уже. Никакой реакции ни БКБ, ни Юла. Но и уже ничего не нажмет. Даже Терра-Райс не пригодился. Хватило одного копья. Экзорцизм можно применить на топе. На Т1. Марс потанкует. Если что-то, я спокойно башню может разрушить. Лайф соло идет. Так уж удобно. Смотрите, спиртбрейкер вроде пришел аванпост перехватить. Но мгновенно талоны горят. Нет. Опыт вы получите. Контролить надо. Контролить надо, конечно. Это же как раз то, что позволяет камбэкать. Жалко вот нигде не пишут. Я уже не помню, сколько аванпост экспедает. И какой там плюс. Каждую минуту. Ну, тул модифайер там только был. Какой-нибудь баф у него там висел. Знаешь, что-нибудь. Согласен. Иногда не ощущается. Так, чтобы хоть прикинуть там наглядно, что там с 25 по 30 минуту, если не дополучать экспресса аванпост, да, то это ты потеряешь там пол-левела там. Там левел. Приблизительно. Экспем. Так. Заходят в наглые талоны на тройку. Тут вряд ли они какое-то сопротивление встретят. Надо разбегаться. Ну, Спиритбрекер только никуда не убежал. Гэйби БКБ игнорирует в этой игре. Я вообще не любитель таких вот фантомов, которые БКБ игнорирует. Но в этой игре это вполне оправдано. Вполне оправдано. Тут ему БКБ правда, наверное. Тем более с хорошего такого вот фарма, с хорошего темпа ему реально БКБ, наверное, тут не нужно. Даже с какого-то нехорошего темпа ему БКБ не нужно было бы покупать. А когда у тебя все вообще прекрасно, то и подавно. Все-таки перехватывают Аванпост обратно. Сюда телепортируется Спиритбрекер. Понятно, что талоны ждут просто появления следующего Рошана, который вот через минуту будет. У Разора БКБшка, Дровка. Ну, Дровка, вот я не знаю, вот нужна ли ей была манта в этой игре. Может, какой-то лучший Shadow Blade, там Silver Edge стоило купить, но... Разор с БКБшкой. Ребята заходят на свою тройку, контролят ее. Разор врывается, статиклинг не успел кастануть. Ладно. БКБ на Марсе. Вот. Обратно тоже какие-то артефакты хорошие приобретаются, появляются. Не все так однозначно, как бы, что там вот с БКБшками побежали. Интеракте Филиппинс. Ну, видишь, у Дровки Сильвередж появляется квикбай только сейчас, что на самом деле больше удивляет. Уже вроде как и не нужен Сильвередж-то. Когда он будет... Нет, если бы он был бы сейчас уже готов, тогда да. Но до него еще ведь очень далеко. Тут уже, наверное, какие-то статы хочется себе дополнительные покупать. Может быть, и МКБ даже какой-то рассматривать. Ладно, ладно. Спиритбрейкер, смотрите, с Shadow Blade скоро будет. По уровням, естественно. Смотрите, у ДП почти 15-й. Пятая позиция. У Огр, например, 10-й. Огр так и не смог, кстати, в этой игре актуален. По факту, единственный его импакт реальный, это наличие Бладласта. Наличие Вейла. В остальном, такой... Скорее, жирный танк. Довез себе Огр... Прямо сейчас огоним шард. Попытка защищать от критов фантомки. Наверное, имеет логику, если так подумать. Классно. Там три удара. Защита 85% урона. Это круто, может быть. Учитывая, что на это распространяется мультикаст, и потенциально это может полкоманды повесить своей. Вот Спиритбрейкер купил Shadow Blade. А вот тут же контроли. Тройка под контролем. Талонов уже последние минут пять. Там вижен. Там есть все. И Огр, бедняга, приезжает. Ничего не успел нажать. Рошан, быстрый форс. Повезло команде Талон. Сейчас случайно какой-нибудь флай пойдет. Посмотрит по приколу. А там реально Рошан появился за 15 секунд. Таймером. Снизу. Видим. Попу. Копье. И тут ничего не сделать. Крит под полторы тысячи. Полторы тысячи. Сочи. И ты уже не переживаешь. Послушай, вот. А что дровка? Дровка не дыхала. Дровка не ожидала. Поведись. Тайцы убить кипи. Но гипи, чтобы соло. Один против девяти сейчас будут. Пушить. Не, но рофл и рофлами. Но бараки как бы стоят везде, если что. Стоят. До сих пор. Вот 30-ая минута. Там. Преимущество 13 тысяч. Счет 6-31. Но бараки до сих пор стоят. Как бы аразор. Не знаю. Шиву. Шиву вот доберет. Его будет еще тяжелее убивать. По сути-то что нужно сделать вообще? О, дровка умерла все-таки. На тройку пошла. Ее там Микота принял. По сути, что нужно сделать разору в этой игре? Это дать статик линг в фантом. И сбрить ей урон. И как бы драка тут же будет проиграна. Потому что фантомка без урона, она не сможет бить. Ну ладно, может не сразу будет проиграно. Там все-таки тоже другие персонажи есть уже достаточно раскаченные. Но драться станет намного легче. Прям все скастывали. Ну слушай, 600 золота. Нормально. 600 золота стоило того. Хаотичная какая-то игра. Все, короче, план. Спиритбрекер сейчас огоним шарт берет. Рейзер всасывается в фантомку. Убивают игроки интерактив или без фантомку. И дальше можно уже спокойно драться. Потому что дальше уже перевес по героям не будет. Потому что да, там саппорта чуть беднее. Но спиритбрекер уже сравнивается с той же феей. Вину в пейн с Марсом. Тоже небольшая разница. Я вижу то, что у спиритбрекера тысячи пизот золота. И я не вижу, чтобы он хотел шарт купить. Не вижу. Ну что-то не понимаю, может. Не, ну ладно, форс я, я понимаю. Ну ты же у нас это, тысяч не в конце концов. Ну хоть что-то вроде понимаешь. Нет. Ну ладно, блин. Я тоже не понимаю. Я тоже не могу понять, почему он не хочет шарт купить. На байбэк оставляет деньги. Или что? О, или... Ну, тут же реально прям прижимает ситуация. Прям прижимает. А фантомка еще и с ДД там, кстати. Тихо, дровка этого видела, блин, каут в панике. Башер следом, ну... Да уж, да уж. Даже, даже нечего сказать. А ситуация прижимает. А Егис. Вынужденные ребята отдать глиф. Никто не толкает линии. Марс прорывается вперед. Врыв на дровку. Дровка Шэдоу Блэйдам. Дровка выходит Шэдоу Блэйда. Есть Гаст. Гаст по двоим. Но не Войт Спирит. Войт Спирит живее живых. Дровка умирает без байбэка. Шэдоу Блэйдам. Шэдоу Блэйдам. Ну, вообще ничего не купил. Просто 2500 у него. Дровка без бая. И Гэби идет ломать лица. Потому что он за Егисом. Он с Сатаником. И его не могут убить. 36 урона высасывает Рейзер. Просто фантомка упрыгивает подальше. Гэби без маны. И два байбэка. Вроде как талоны решили не форсировать события. Чуть отступить. Восстановиться. Закупиться. И вернуться попозже. В АББК, да. Нет. В любом случае, талону некуда особо торопиться. Подцепили Спирит Брейкера в очередной раз. Копа помогает. Копа на подноги. Спирит Брейкер побежал. Соник есть. Урона пока, естественно, не хватает. Вот теперь это слишком много КП. Соник. И убили. Ну, слушайте. Нормально. Мы с тобой, да. Пытаемся как-то цепляться за вот эти вот моменты. Они, на самом деле, мало что значат. Но мы за них цепляемся просто потому, что мы знаем, насколько плохо могут играть талоны. Да. Да. Правда. Как бы. То есть, будь на месте талону, сейчас любая другая команда, мы бы уже, ну, я вот, по крайней мере, закинул бы ноги на монитор и сказал бы, досматриваем парня. Я вообще пофиг, что тут. Убили, не убили. Какая разница. Вот. Но насколько талоны вообще любят забрасывать игры, и насколько они часто это делают, и насколько порой они просто плохо играют сами по себе, я до сих пор не готов сказать. Ну, база-то не сломана. Какая? Тридцать четвертая минута игры. У ребят Аегис. Ребята выбили байбеки. Чё ж не вернуться-то по миду ещё раз. Просто взять, вернуться. Вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас пойти по миду и сломать. Крипы идут. Куда вообще бегут талоны? Чё они ищут? Так найдут они тут. И дровку найдут, на самом деле. И разор. Разор. Кабай телепорт можно успеет нажать. А, другая. Ну да, они вообще ничего не попрожимали. Как-то прям бесстрашно тоже играют, знаешь. Ну ладно, уходят. Разор был без байбеков и после байбека. Вот поэтому ему, конечно, умирать тут вообще было ни в коем случае нельзя. Он бы и спавнился долго. Квапа пропушила бот. Не хватает немножко Разору до Шивы. Квапа берёт себе Аганим для того, чтобы хоть как-то забустить просто урон свой и как-то, чтобы можно было дефить базу более-менее нормально, адекватно. Покупка хорошая. Хотя, конечно, Аганим на Квапе сейчас почти никто никогда и не берёт. Но, опять-таки, это от безысходности. 2 600 золота у Спиритбрейкера. А он побежал тоже. В соло. Просто в соло побежал. У него байбек есть. Он, правда, выжил. Лол. Да, да. Падают бараки в топе, а Егис минута. Весьма вероятно, что придётся отдать эту сторону. Линкен Сфера у ДПшки. Тоска. То есть теперь, гипотетически, Фантомку не зачаржится, ни статик линк тоже скастовать. Соник Вейв пошёл такой контрольный, но он с Аганимом, поэтому через 40 секунд он будет ещё раз. Ай-яй-яй-яй. Даже щит пробивает. Вот это Фетро Огорду даёт постоянно. Фантомка на грани смерти, но она с Аегисом, поэтому он ничем не рискует. Чуть-чуть поспешили, парни. Но отдайте вы спокойно, не делитесь за эти казармы-то на топе. Вы идёте в Аегис. И вам надо немножко подождать. Но тайминги, тайминги идут. 8 секунд остаётся. Гэби пытается убить Папу. Не так много критов летит, как хотелось бы. Спиритбрейкер после байпэка. Не, ну теперь даже талоны не смогут забросить эту карту. Даже им это не под силу. Втроём Дракт Феллиферс боюет. Остаётся. Ещё три казармы разрушит. 30 тысяч преимущества. Спиритбрейкер в хипи. Прыжок от Квапы. Квапа. Но могла даже никуда не прыгать. Просто соник выкнажать на самом деле. Всё. Тут не нужно было даже нажимать этот прыжок. Самый спиритбрейкер умирает после бая. Огонимшар так и не купил. Пытался выйти в БКБ. Дало бы наличие огонимшарда шанс на победу? Не факт. Успокоило ли бы это нас? Успокоило бы. Что мега крипы? Для команды Талон. Гэпи покупает тебе доедалус. Доедалус. Да. Может тебе позволить. Может тебе позволить наедалускую. Ну а дровка, видите, пыталась на протяжении мидгейма выйти в Silver Edge. Падают Т4. Бьёт один Гэби. Прыжок от Огра. Три удара. Огра хватает. Попал. Ловит Эбисел. Статиклинг от Рейзера. Высасывает он 48 урона. Что для Гэби незначительно. И это первая карта. Для команды Талон. Они побеждают. Ну наконец-то смогли победить. Хотя мы вот до начала игры были настроены не очень-то доброй команде Талон. Но Гэби. Гэби выставил линию слишком круто. По факту от него проблемы по игре. Пошли. Какой у них финальный счет? 22-1-13. Вот так вот. На пашке можно играть. Хотя и вся команда. И вот тот же Флай на дес профит чувствует себя намного лучше, чем Гэби. На дес профит позиции 3. Как-то упустил на самом деле этот момент. Когда. Ну вот. Мы такие обсуждаем с тобой драфт. Мы говорим, как плохо играют Талоны. Мы говорим, как у них не идет игра. Там туда-сюда. И мы видим Разора, Дровку, Спирит Брейкера. А потом на Ласпик появляется Квапа. И мы такие типа. Типа так. Стоп. А что погодите. А кто на харде у них будет играть? И оказывается, что они взяли. То есть они видели Фантомку. И они знали, какую линию будет стоять эта Квапа. И они все равно эту Квапу взяли. Так может тогда типа. Ну зачем ее Ласпикать? Квапа это герой, которого ты фпшишь. В чем сила Квапы? Это универсальный герой. Ты его хочешь в мид, хочешь на харду. В принципе. Поэтому ты его фпшишь. И усиливаешь другие линии. Получаешь инициативу в других моментах. А так-то зачем делать? Ну возьмите, я не знаю. Что там против Фантомки может хорошо играть? Не знаю. Спирит Брейкера на тройку сделать. Четверку доберите. Или не знаю. Тайда какого-то может быть. Который якорем будет махать. Реведжи давать. Ну короче, что-то можно было придумать. Я сейчас так не могу. Берем Белочку на четверку. Спирит Брейкера на тройку и кайфуем. Да, да. И вообще и кайфуем. Прям максимально кайфуем. Непонятно как бы что это было такое. Ладно. Интерактив Филиппинс не получилось. Есть еще шансы отыграться. Вторая карта, друзья. Корно сейчас.